Короче говоря, я решила немного поработать. Всем большой привет, меня зовут Наташа Гром, добро пожаловать в новый канал. И, блин, я прекрасно понимаю, что я очень долго времени не снимала видео, и мне даже за это стыдно. Но я ничего не могу с ним поделать, потому что я реально вот пыталась поработать. И, как вы уже поняли, скорее всего, судя по названию этого видео, да. Весь мой котяк из-за того, что видосов не выходило, это вот тупо была работа, а второй из-за чего это случилось, у меня периодически, ну, как бы вечерами были здесь родственники, при которых я не могу снимать. Я такой человек, что когда я что-то снимаю, я могу это сделать только либо с близкими друзьями, но главное, чтобы вот дома остальных не было, потому что у меня как-то с этим, ну, вот не складывается. Я не могу сказать, что, типа, как-то, ну, меня напрягают, люди, нет, не напрягают, просто так получается, что, ну, я не могу пока выкладываться на полную, там что-то рассказывать, объяснять, там, снимать. Тем более, что не все люди знают то, что я занимаюсь вот такими вот, такими вот съемками. И пока что я не хочу их в это, как это сказать, ну, втягивать и показывать, и рассказывать. Вот. Мало того, что я второй раз записываю данное видео, потому что, ну, на самом деле, третий, потому что я уже один дубль отписала, мне не понравился здесь, но фишка в том, что это мой, грубо говоря, вторая локация, потому что я записала видос, и мне не понравилось, как он выстроен по тому, что в картинке, и, скорее всего, я уже прекрасно понимаю, почему так происходит. У меня умирает объектив, и самое что чудное, у меня он так начинает плавать, то есть фокус плавает, и это, короче, кошмар. А как бы не все можно вытянуть программно, вот, и я показываю то, что у меня получилось. Вот. И как вы уже поняли из названия этого видео, я решила реально поработать, подработать денег хоть чуть-чуть, чтобы можно было заработать на камеру, но подработать нормально не получилось, потому что, мало того, что у меня был очень сильно большой спектр занятости на этой работе, работать каждый день я не могу по одной простой причине, потому что у меня, во-первых, канал, во-вторых, намечаются другие съемки, о которых я буду рассказывать позже, они не связаны с каналом, но они связаны немножко с другими вещами, вот, и что еще? И также на той работе, до куда я выходила, это был один молодежный стартап, мне, конечно, комфортнее работать с людьми, которым там до 20, до, вернее, до 25 лет, и потому что мы все-таки говорим на одном языке, у нас общие интересы и так далее, вот, и так получилось, что на этой работе, куда я выходила, и немножечко по этому поводу косячат. Что конкретно косячат по поводу того, как начинают свой бизнес, я вставлю, пожалуй, из другого ролика, который я кое-как пыталась сделать, потому что я там более-менее подробно объясняю, и мне бы не хотелось, если честно, как-то пытаться сейчас переписывать того, что я делала, да, там, и начитывать здесь, это было бы неправильно, потому что тогда я рассказывала искренне. Так как я занималась маркетингом и продвижением и всем остальным, и мне бы, конечно, хотелось бы работать именно в этой стезе и как-то, да, дальше развиваться, но дело в том, что ни один маркетолог не работает 2-2, то есть нет такого нельзя, и вы нигде такого не найдете, и я пошла в самый обычный, в самую обычную работу просто, и так получилось, что я в итоге занималась всей логистикой, то есть всеми маршрутами курьеров, всеми курьерами, всеми менеджерскими занятиями, то есть за сумму, короче, то есть там сложилось, ну, грубо говоря, 3 профессии, да, то есть 3, можно было на мою должность взять 3-х людей, но я получала зарплату как за одного, то есть грустненько и так далее. Коллектив молодой, это я уже говорила, то есть здесь все как бы отлично, но как мы знаем, как мы понимаем, и как мне раньше рассказывали люди, что если ты хочешь завести свой бизнес в интернете, там не важно где, поработай по найму, но так как я уже поработала по найму и могу много что рассказать, и так как я работаю с 12 лет, ну, правда, с 12 лет я приходила на радио, это, опять же, творческая ниша, это совершенно другое, опять же, здесь нельзя сравнивать с офисом, я просто говорю по поводу тех людей, которые решили сделать какой-то свой бизнес, и им там по 20 лет, да, там 20-21, либо у вас есть какой-то крутой наставник, либо какой-то человек-проводник, который сможет вам рассказывать о бизнес-процессах, чтобы вы сам мелочок не забывали, либо вы идете, ребята, работаете по найму, либо вы какой-то вундеркинд открываете компанию и работаете без косяков. Потому что когда ты молод, ты можешь совершать вот это, вот, я не говорю, в смысле можешь в том контексте, что это нормально, нет, это не нормально, потому что когда ты молод, ты можешь совершать ряд ошибок, как бы, которых не должно быть. То есть, например, вот была ситуация на этой работе, когда человек ушел в отпуск, а директор об этом забыл. И директор такой с выпущенным глазами, типа бегал, а где чувак, куда он делся и так далее. То есть это как бы, это не норма, это не нормально, так не должно быть. Но вот таких вот, очень много таких нюансов, которые как бы очень плохо отражаются на работе. Так как я стараюсь работать, ну, не постоянно, потому что, в принципе, у меня есть одно дело, о котором я буду рассказывать вам дальше, и о котором я буду рассказывать и показывать бэкстейджи на канале. Я очень надеюсь, что я скоро впереди. Мне нужна именно такая, знаете, работа на 3-4 месяца, просто когда я прихожу устраиваться, я об этом не говорю. И дело в том, что мне важен канал, и я не могу его бросить. И когда я устраиваюсь, я опять же, на встречах я об этом не говорю. Может быть, это плохо, может быть, это хорошо, но каждый говорит все, как он умеет. И дело в том, что когда я приходила устраиваться на эту работу, я не сказала, что... Я сказала, мне все равно, как бы, это оформление, то есть мне важно, чтобы давали деньги, давали деньги в срок. В общем, история такая, что я уже там не работаю, а деньги я выбиваю уже вторую неделю подряд. И я знаю прекрасно, что если, как бы, в ближайшую неделю мне люди не заплатят денег, то я обращусь в трудовую инспекцию. После того, как я там дорабатывала, я нашла еще одну работу, которая находилась недалеко от моего дома. Также и они меня ждали, там неделю ждали, что я, типа, выйду. Я вышла, в первый день мне дали прочитать договор и подписать его. И когда я начала читать и заполнять, причем сама, то есть сама себя принимать на работу, я тоже такой первый раз вообще встречаю, там было указано по поводу того, что я материально ответственна за работу. Там есть пени, то есть, если, например, зарплата у вас 20-го числа сегодня 10-е, и то пеня бежит с 10-го числа до 20-е, то есть всегда читайте договор, потому что это очень важно, может и так сильно влипнуть. Ну, я понимаю, что мне легче об этом говорить, потому что я по этому поводу уже много раз, что, читала, смотрела, изучала, но в любом случае вся информация есть в интернете, все вы можете посмотреть в интернете, и остерегайтесь просто именно вот такого вот. Если ваша работа обычная, офисная такая, не связана с каким-то материалом, техникой, да, там, то при чем есть материальная ответственность? Как бы, да, казалось бы, то есть тут тоже думайте, когда устраиваетесь на работу. Вот, и я когда все это прочитала, я когда все это посмотрела, там что-то еще было в договоре прописано, кроме материальной ответственности пений, а, договор о неразглашении, но на такой конторе я как-то вообще сильно сомневаюсь, что кто-то будет что-то разглашать, там, ничего особенного, обычная строительная организация, то есть, ну, такое, знаете, говно, короче. Ну, для меня это, как для творческого человека, просто вот, как кобыля, я не знаю, дворок, вот. И я все это так посмотрела, посмотрела, почитала, все эти договора, короче. А в этот момент у меня брат проезжал мимо работы, и я спросила смс, я говорю, ты где едешь? И он такой, а что опять, что, что-то с работы, я говорю, да, опять говно какое-то, вот. Вроде бы Москва, ну, знаете, вот, на самом деле, Москва большой город, а с работы какое-то говно периодически бывает, особенно с подработкой, где... То есть, если вы не хотите, там, прыгать по карьерной лестнице, в которой я очень сильно сомневаюсь, потому что без знакомства особо тоже ничего не сделаете, поверьте, вот так вот себя променивать, я не думаю, что это вообще хорошее решение. Вот, и я в тот момент еще там, что-то была какая-то зацепка в договоре, которая мне вообще не понравилась, и я тоже прочитала, вот. Вот, а, я очень не люблю писать о своих родителях, да, там, вот этот вот, просто тупизм, эти сраные анкетки, когда ты приходишь, заполняешь, поэтому я не знаю, что я принимаю на работу, а вот это вот возраст папы, где работает папа, номер телефон папы, номер телефон мамы, вам это вообще зачем нужно, я не понимаю, я... У меня родители ничем таким криминальным не занимаются, я могу спокойно о них разговаривать, да, там, рассказывать, но конкретно работодателю я не хочу это писать, вас это не должно касаться, чуваки, вы принимаете на работу не моего отца, а меня, понимаете, то есть, как бы... И эта хрень, она очень сильно раздражает, но я просто, я честно скажу, что я никогда не писала, там, честно свой адрес, адрес прописки, я никогда не писала конкретно, то есть, я там всегда что-то додумываю, ну, потому что я не хочу, чтобы это попадало во всякие базы, которые есть в Москве, я не хочу, там, как, каким-то образом подставить своих родителей, свою семью, мне это, как бы, не надо. И в тот день, когда, короче, проезжал мой брат, я, как бы, все это написала, все заполнила и поняла, что я работать там не буду, и я, как бы, собрала все эти документы и попросилась, типа, как в школе, типа, можно выйти. Вот, я вышла, и он меня забрал от работы, и мы поехали. Как бы, вот, в принципе, и все. Вот я, в принципе, и поработала, деньги я жду, канал стоит из-за этого говна всего, вот, как бы, и все новости, да, почему, собственно говоря, я так долго не снимала на канал, и вот. Ну, короче, все это грустная история, вот, короче говоря, я решила проводить. А еще я вам засняла целый ролик по поводу того, что понравилось весной и понравилось в мае, но единственное, что я там не успеваю сказать, то, что я посмотрела сериал, как он, рассказ служанки, и, соответственно, я еще начала читать книгу, и сегодня, скорее всего, продолжу. И, ну, книга, так скажем, 18+, в принципе, и сериал тоже 18+, но тут, смотря у кого, какая психика, то есть, ну, я как бы, не то, что, как бы, вам прям, настоятельно советую этим заниматься, как читать, смотреть, но, представляете, я за 4 дня посмотрела сериал, и, несмотря на то, что у меня какая-то занятость, там есть еще что-то, вот, и начала читать книгу, поэтому, если что вы будете смотреть, понравилось в мае, там понравилось весной, там действительно все так, как есть на данный момент, и я действительно не смотрела этого всего. Это вот просто буквально накануне записи этого ролика, мне так захотелось все, я все это... и вот так вышло. Еще у меня нет горячей воды, на самом деле, для москвичей это целый аддок, не ад, а дочек такой, знаете, когда нету горячей воды, потому что, видите, у меня такие длинные волосы, если честно, я думаю их слегка укоротить, потому что, ну, мне, во-первых, концы хочется убрать, а то они уже какие-то такие стали, а во-вторых, когда поливаешь сам себя вот из этой вот хрени, вот когда-то, очень, как-то, знаете, не очень промачивать, чтобы они все намокли, там... Ну, короче, сложно это все, и плюс очень большая проблема того, что у меня очень сильно забивается ванная от этих волос, прям очень сильно забивается, и они везде пахатят, короче, вот везде, вот я убираюсь и везде нахожу свои волосы, это, конечно, не очень хорошо, то есть оставляя частичку себя, везде это не очень круто. Вот на этом и все, я хотела вам об этом рассказать, как у меня дела, что происходит, почему я блога не снимала, и вообще, вообще я просто офигела на самом деле. Вот, и поэтому, ребята, как есть все, поэтому я думаю, что увидимся очень-очень скоро с вами, потому что я готовлю часть всяких разных роликов. Я вас всех очень люблю, сюда ваша огромная Таша, и до встречи очень скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok